В основном по слайдам буду рассказывать, но вот надо еще доказать лему, которая осталась со вчера. Она, собственно, не похода сделала, не кажется. А можно? А вы возьмите, да, я с дробу. Спасибо. Вот. Ну, значит, давайте по скорому определению. Значит, сингулярное сцепление. Значит, сингулярное сцепление – это такое отображение объединения какого-то количества пространств, пространств, еще одно такое, что из этих пространств не пересекается. Ну, зацепляющая гомотопия, линька гомотопия, как в Петербурге говорят, просто гомотопия. Просто гомотопия. Ну, я тоже говорю, просто гомотопия, но иногда возникает… Ну, гомотопия имеет другой смысл, более, там, постыненную. Иногда нужно отличать, но тогда можно говорить зацепляющую гомотопию. Ну, как еще это можно сказать, не знаю. Линька гомотопия. Вот. Значит, это просто гомотопия в классе зацепляющих, в классе сингулярных сцеплений. Значит, сингулярное сцепление из мерных сфер, в мерную сферу, большую сферу, сферу большей размерности, всегда можно считать погруженными, гладкими, самотрансферсальными погружениями. Ну, дело в том, что их можно абтоксимировать, гладкими, самотрансферсальными погружениями, но по стандартным результатам. И от выбора абтоксимации, в общем-то, ничего не зависит. Потому что, если у нас есть две достаточно хороших абтоксимаций, то мы возьмем между ними просто линейную гомотопию. Но линейная она не фигуалкостаз, но одну точку около несложно. Вот, эта линейная гомотопия будет зацепляющей гомотопии. Так что от выбора абтоксимации ничего не зависит. Но нас интересует сингулярное сцепление с точностью до зацепляющей гомотопии. Сегодня, наверное, у нас будет основная тема, но хотя вот так же будет применение сингулярных сцеплений, но можно сказать, к обычному сцеплению. Ну, дойдем до этого. Ну, вот пример, значит, зацепление в шесть компонент, которое... Еще шесть окружностей в трехмерной сфере. Но, значит, другое новое сцепление в том смысле, что если выкинуть любую компоненту, то старшийся расцепится. Но если выкинуть желтую, то сначала отцепляется голубая, потом средняя и так далее. Если выкинуть красную, то здесь сильно отцепляется, потом голубая и так далее. То есть, о каком-то среднем выкинуть, но они в две стороны. Вот, ну, значит, да, вот Миллнер доказал, что это зацепление не гомотопно-зацепляющей гомотопии, и тривиально. Оно не тривиально, как сингулярной зацеплением. Ну, хорошо. Значит, ингридант кирка для двухкомпонентных сингулярных сцеплений, двухмерных сфер в четырехмерных сфере. В принципе, я в Москве уже об этом варианте, он уже был, но вот давайте вспомним. Значит, да. Вот есть какая-то одна двумерная сфера по адресам пересечения и другая двумерная сфера, как бы ее повышено писать. Ну, сложно, в общем, рисовать, так что они, виталистично, были. В общем, все у меня как сфера отображаются 24. Ну, давайте вот все-таки симметично как-то. Ну, вот у одной есть двойная точка. Вот есть две, значит, этих сферы нормальные. Вот они сюда отобразились, как-то сферами цепились непонятным образом. Но сток с самопересечением. Значит, если есть какая-то двойная точка Z в одной из этих сфер, ну, давайте их обозначим, ну, даже не знаю, 1 или 2, что ли? Ну, нет, лучше плюс и минус. Вот на плюсовой сфере, ну, это F у нас, да, F, F, F2, 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 F2. На плюсовой сфере есть двойная точка Z. Вот мы смотрим на эту плюсовую сферу. Вот этой двойной точке Z два короля из X и Y. Соединим их, но нет, пока тут этого не говорится, хорошо. Значит, у этой двойной точки, во-первых, есть знак Epsilon Z, но потому что у нас два двумерных листа пересекаются по точке в четырехмерном пространстве. У четырехмерного пространства зафиксирована ориентация, и на сфере зафиксирована ориентация, значит, у каждого листа есть ориентация, но вместе они снова дают ориентацию четырехмерного пространства, можно их сравнить, если совпали, то плюс. Не совпали, минус. Вот, значит, знак точки двойной. Вот, теперь возьмем в прообразе какую-нибудь дву, соединяющую наши точки X и Y, ну, назовем ее J и Z. Вот, и возьмем ее образ. Давайте я ее берем еще. Ее образ, это уже будет какая-то замкнутая окружность. И эта замкнутая окружность может зацепить вторую сферу. Вот, она лежит в дополнении второй сфере, и можно рассмотреть коэффициент зацепления. Вот этой вот образа, этой дуги J и Z, и второй сферы. Ну, как видите, здесь вот плюс, да, а здесь вот минус. Назвать это J и Z. Это какое-то целое число. Оно не зависит от выбора этой дуги J и Z, потому что если я буду, если я возьму другую дугу, но эти две дуги гомотопы, фиксирую концы, ну, значит, это дает здесь гомотопию от окружности, и коэффициент зацепления не меняется. Вот, но вот если я, у меня неизвестно, какая из этих точек первая, а какая вторая. Вот мы взяли два образа точки Z, но какой из них первый, а какой второй, совершенно невозможно выяснить. Но поэтому приходится рассмотреть такую возможность, что они поменялись местами. Тогда эта дуга J и Z не обратилась в ориентацию. Знак этого коэффициента зацепления изменился на путевоположье. Вот. Ну, так что можно сказать, что абсолютно начинает, в ориентации на сцепление, не зависит и от вот этого выбора, какая из этих двух точек первая. Ну, напишем такое выражение. Сигма плюс FF по всем потенциалам двойным точкам на плюсовой компоненте. Значит, ну вот, T это формальная переменная, но зачем я вот считаю единицу? Ну, если вот этот коэффициент сцепления нулевой, то это может означать, что эта двойная точка Z возникла как-то случайно. Мы взяли тут чуть-чуть и щипнули эту сферу, и возникла одна двойная точка. При этом это, значит, не как со второй компонентой и не взаимодействует. Такая двойная точка может взять и пропасть, или наоборот появиться. Вот, но если этот коэффициент сцепления не нулевой, то так просто она не исчезнет. Ну, ее, как бы, это всегда держит. Они тогда могут сокращаться и появляться парами с разными знаками и с одинаковыми коэффициентами сцепления. Ну, это, может быть, не совсем очевидно, но, в принципе, это не так сложно указать. Ну, так что, значит, такое куплено будет вариантом зацепляющей гомотомии. Но можно написать аналогичный сигма минус, в котором мы поменяли местами просто пункти этих двух компонентов. И вот пара из сигма плюс и сигма минус – это энергиям скидка. Да, вот, значит, теорема, которую не так давно указали, что это энергиям скидка, говорит, что сигма – есть полный вариант этих самых двух компонентов. Это очень давно была проблема, я помню, в 1999 году я приезжал в Петербург, и вот, по-моему, от Нежинского узнал, что Таркс неганонсировал вот этот самый результат, вот 20 лет до того. Но перед этим, мне кажется, в 1997 году была опубликована статья такого же, который тоже сегодня будет упоминаться. Он доказал, что энергиям скидка не полный. Он построил новый и другой вариант, который, значит, показывает неполноту этого. Но вот в его работе нашли отсутку. В общем, там много было, значит. А может, тебе просто с 1991 года 20 лет рецензировали? Ну, может быть, он 20 лет дописывал, можно так сказать. Ну, я не знаю, я, значит, не изникал подробнее, что было ли у него в 1999 году доказательства, он его дописывал 20 лет или все-таки его еще не было. Ну, конечно, что, скорее, второе. Потому что, ну, действительно, да, вот все-таки... Все-таки мне рассказывали, что были там проблемы, но мы не будем уточнить. Ну, хорошо. Значит, теперь вот есть еще... Хорошо. Посмотрим вот похожую ситуацию. Только теперь у нас будут не сферы в четвертмерном пространстве, а в диске. Но начнем вообще со струнных зацеплений. Ну, я думаю, известно, что такое струнное сцепление. В прошлый раз я об этом уже говорил. Можно говорить о зацепляющих гомотопиях струнных зацеплений. Ну, а дальше, значит, вот... Ну, не знаю, как это значит. Послойное дисковое регулярное сцепление – это самогомотопия, да? Зацепляющая самогомотопия некоторого струнного сцепления. В общем, что так шведок активно очень получается. Не хватает тут какого-то слова. Ну, давайте я буду говорить просто дисковое регулярное сцепление. Ну, вот, предполагается, что оно еще послойное. То есть, это на самом деле гомотопия, уровни сохраняются. Вот, значит, для таких дисковых сцеплений тоже можно определить аналогом варианта Кирка. Ну, то есть, вот у нас было наверху какое-то струнное сцепление. Внизу какое-то струнное сцепление. А, то же самое, то же самое. Причем, что там сказано? Тривяльный. Тривяльный. И вот в какой-то момент этой гомотопии могут возникать в самом пересечении компоненты. Тогда у нас вот появляется двойная точка Z. Значит, у нее тоже есть знак. Ну, вот, как двойная точка гомотопии. Вот у нас было с мариантом Василиевым, уже был знак. Ну, да, ну, кроме того, значит, вот у нее есть два прообраза. Вот, вот, в стране, которая сам пересекается, у нее есть два прообраза. Но они уже упорядочены. x меньше y. Вот, поэтому на вот этом отрезке от x до y есть ориентация. Значит, образ этого отрезка. Это вот здесь вот петля. И у нее есть коэффициент зацепления LZ с другой компонентой. Ну, можно эту другую компоненту стандартным образом замкнуть по краю там куба, в котором лежатки стременные сцепления. Вот, получить замкнутую толь шпутлю. Вот между ними есть коэффициент зацепления. Вот. Ну, и напишем такое выражение. Сигма плюс от этой гомотопии H. Вот это наше близкое сцепление. Да, это гомотопия. То есть, мы по всем двойным точкам H плюс, то есть на плюсовой компоненте, ну, что там, значит, T-псимум Z на T-псимум Z-1. Был то, что и раньше, только без модуля. И теперь это пленом Лорана. Это было обычное пленом, а это пленом Лорана. Ну, как они связаны? Ну, во-первых, если у нас есть такая гомотопия, мы ее можем замкнуть до сферического гулятного сцепления. Ну, добавив такие шапочки. Вот. Это у нас, она лежит, в общем-то, в четырехмерном кубе. И на край этого куба выходит вот двумя краями двух квадратов. Но надо эти два края квадрата заклеить стандартными шапочками. В дополнение куба. А, и получится. Я понятно говорю, или что это? Вот есть четырехмерный куб. Я его нарисую как трехмерный, но разницы особо не будет. Но на его границе у нас два края квадрата. Ну, то есть, вот, вот эта струна снизу, она же сверху, и вот ее боковые точки при всем этом движении. Логично для стола. Ну, и дальше я просто приклеиваю. Но я могу считать, что трехмерная сфера – это объединение двух таких кубов по общему краю. Да, дальше я просто беру во втором кубе вот соответствующие квадраты, приклеиваю. И второй соответствующий квадрат. Вот они две шапочки. Вот. Ну, так что, значит, есть такая операция замыкания. Вот, аналогично того, как коса замыкается, или струнное сцепление замыкается в обычном сцеплении. Вот. Но кроме того, мы можем поленом плотана превратить в обычный поленом, но если просто каждый Т в степени Н заменим на Т в степени модуль Н. И вот утверждается, что эти два отображения коммутировались вот с этим огромным вариантом. С вариантом Кирка и вариантом Кошелки, которые здесь есть. Но тут тоже есть сигма-минус. Это есть сигма, который состоит из их мали. Ну, и это вроде как понятно, потому что вот, ну, это, 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 это петля, да, когда мы берем это замыкание дискового сцепления, сферическое, вот эта петля превращается вот в эту петлю. Она ничем не хуже, в частном случае. А можно еще раз, я потерялся. Во-первых, вот мы рассмотрим сейчас и на вариант Кошелки, он для каких объектов? Для послойных дисковых струбулярных сцеплений. Или, другим словом, для зацепляющих гомотопий от реального струнного сцепления к себе. Дошел бы одно слово, какое-то придумание для таких объектов. Но я его не люблю. По-что вы скажете. А как работает замыкание? Замыкание, я думаю, просто приклеиваем вот так. К этим двум границам квадрата, которые, границы четырехмерного кулу, приклеиваем снаружи две шапки. Приклеиваем их. Ну, внутри у нас дисковое струбулярное сцепление. Сторону спеклеиваем струбулярные шапочки. Получается струбушка. Понятно. Вот. То вот, значит, пример. Соргулярное сцепление Эхена Ролсена. Но тут вот струбная версия. Мы его возьмем. Вот. Но я уж его буду рисовывать. Что тут происходит? Вот внизу в центре тривиальное струбное сцепление. Потом, если двигаться по стрелочке, как кивиально было, мы его даже перерисовали. Экваляльность. Вот. Дальше мы, если двигаться по следующей стрелочке, связанной с которой написано на взгляд, мы сделали само пересечение синие компоненты. Ну и там возникла двойная точка. Ее можно назвать. Потом, если пойти по следующей стрелочке. Мы перерисовали снова наше зацепление. Вот эту вот синюю петельку мы так перевернули. За счет этого появилось красное. Теперь мы на красной компоненте, делаемое на самом пересечение, и появляется двойная точка дуба и два. В результате получается снова наступление, которое эквивалентно. Сумное сцепление, которое эквивалентно. Вот такая гомотопия. Вот синяяльность. У нас помню. У нас помню. Ну вот можно посчитать для него вариант кошелки. Углойной точки Z, но тут еще не буду с ориентациями возиться, но вот можно проверить, что знак у него один. Ну вот тогда вопрос в том, что у другой дублевой знак противоположный, минус один. Ну, как-то можно проверять, но... Ну, а вот LZ, она корреца выцепления. Вот по петельке, синей петельке в данном случае, с красной компонентной. Ну, вот он оказывается один, а для W, LW оказывается тоже один. Ну, не знаю. Все же наоборот. Вот. Ну, значит, получается такой вариант кошелки. Сигма плюс. Это мы должны смотреть на самоперечтение турцевой компонент. Турцевая компонент у нас синяя. А синий компонент с точкой Z, и вот, значит, мы пишем T минус один, потому что этот знак один, и с корреца степления тоже один. Вот. А сигма минус, вторая часть вариантов кошелки, здесь знак минус, поэтому получается один. Вот он, знак стоит перед скобочкой, поэтому знак со скобочкой. Хорошо. Вот. Ну, в данном случае вариант кирка под замыкание этого дискового сцепления этого дискового сцепления, он точно такой же, поскольку тут у нас не оказалось в касательных сцеплении. Если бы где-то стояло таблинуш первого, мы бы здесь заменили на Т. Вот. Не пришлось. Вот. Ну, вот. Такой пример. Значит, вариант кирка получился нетривиальный, так что даже вот это замкнутое сферическое сцепление оказывается нетривиальным. Но оно называется сингулярным сцеплением Герна Роллсона. В принципе, вот здесь вот то сцепление, которое вверху, вот если замкнуть это струнное сцепление, получится сцепление вайтера. Вот. И в принципе вся эта конструкция можно понимать так, что у нас есть вот наверху некоторое струнное сцепление. Ну, или покажу, пусть будет струнное. Вот. И мы его расцепляем двумя способами, потому что внизу у нас привязано. Ну, в принципе, что отношено, как мы его расцепляем двумя способами. Например, при одном способе у нас самопискается сумма компонентов, а при другом способе красного компонента. В принципе, не любое сцепление можно вот такими двумя способами расцепить. Зацепление, которое можно, называются полустягиваемые. То есть полустягиваемые струнные расцепления или просто полустягиваемые расцепления такое, у которого любое компонента ноль гомотоп, но в дополнении другой. Но в струнном случае нужно, конечно, сказать, в струнном случае можно говорить не о ноль гомотопии, а о том, что пусть они могут двигаться, но сам пересекается только одна из них. вот. В общем, для таких полустягиваемых зацеплений на самом деле есть такая операция надстройки джина полустягиваемых полустягиваемых ну вот давайте два варианта я напишу полустягиваемых сцеплений двух двумерных сфер четырех метров силий. И второй вариант стягиваем струнное сцепление на нас действует два отрезка скажем сцеплений но это идет вот в эти самые послойные дисковые сцепления полустягиваемых четырех метров путь но на первый взгляд может показаться что эта конструкция зависит от выбора этих двух распутываний ну то есть мы вот двумя способами распутываем наше нацепление при одном распутывании самопискарат синяя компонент при другом красный и казалось бы что оба эти способы можно выбрать по-разному но на самом деле если мы выберем другое распутывание первого типа самопрещения синяя компонента то эти два распутывания по обоих они отличаются ну это проще увидеть на замкнутом зацеплении в случае вот у нас первая компонента ноль гомотопия двумя способами в дополнение к другой эти две ноль гомотопии это два отображения из диска с общей границей они дают отображение из сферы в дополнение к этому узлу а дополнение к узлам асферичное поэтому это отображение сферы ноль гомотопии но из этого следует что ну какую бы мы взяли здесь ноль гомотопию и вторую какую бы мы взяли нам даст гомотопное срегулярное сцепление со струнными похожее сцепление но поскольку оно более техничное но точно такое но дополнение к одной струненту кубе оно тоже асферично все получается вот ну и вот значит есть такое замечание что вот этот вот вариант кошелки для вот этой гомотопии вот если если это гомотопия получилось у нас настройкой джина некоторым полустягиваемым струнным зацеплением л вот то тогда значит тренд кошелки на сигнал плюс минус можно писать этаж он давим это функции кодзима от замыкания л ну конечно там да от замыкания л но здесь было струнного сцепления здесь мы его замкнули получилась замкнула вот но что-то такое эта функция я сейчас не хочу уже напоминать это в Москве я долго о ней рассказывал но суть в том что она содержит ту же информацию что на гранте кокрена этого сцепления то есть она почти эквивалент на гранте кокрена замены перемен ну а вот на гранте кокрена мы вчера обсуждали так что все это значит связано вот ну хорошо значит поехали дальше вот можно это сцепление пена роллшина дисковое сцепление пена роллшина немножко разнообразить ставить обмотки на каждую компоненту м обмоток по красной и по сене вот в данном случае 3 минус 2 еще в разной стороны обмотывать вперед вперед и назад вот но можно значит посчитать ну то есть та же самая конструкция просто каждую компоненту немножко обмотать за счет этого возникли вот такие вот петельки если аккуратно вот ну здесь здесь как бы она воспутывается так или иначе вот ну а вот здесь вот когда мы делаем вот это перепитывание это приводит к тому что образуются две петельки вот что образуются две ну и здесь вот появляются эти петельки поэтому возникают на синие компоненте двойной точек двух типов вот m в квадрат сам крещение вот там же где было одно и еще m квадрат сам пересечен вот это петелька но значит реальная петелька эти двойные точки не дадут никакого вклада вот штихованная они значит дают нулевые коэффициенты сцепления вот здесь ну или может быть здесь но все равно будут вот а эти точки дают в принципе равные могут давать вклад могут но если так замыкается петель то тогда там один а если она замыкается вот так то он двинется ну в общем можно все это посчитать и получится вот ответ сигма плюс сигма нибус некоторая многочлена вот вот но но дальше вот можно посчитать вариант кинка опять спигма отрицательной степени заменяем на положительство за счет этого там все сокращается вот он потом еще получается от замкнутого степени но тоже что-то получается вот можно еще написать лимбиант кашовки вот такого зацепления но возьмем даже эту обмотку только по одной компоненте от России вот но зато возьмем связанную сумму этого суммного сцепления со своим отражением то есть вот поставил вот здесь зеркало и здесь нарисуем отражение и так окажется вот но если значит это внимательно посчитать получится что уград кашовки вот такой связанной суммы не нулевой вот но это в общем любого посчитать потому что у отраженного струнного сцепления нужно просто сменить знак степени потому что эти коэффициентные сцепления петелек меняются противоположные ну и знак знаки двойных точек тоже меняются то есть это считается получается не ноль вот ну раз получается не ноль значит ну можно сказать следующее можно сказать что вот это дисковое пословенное дисковое сингулярное сцепление не гомотопно реальному дисковому сцеплению но вот в классе пословных дисковых сцеплений ну потому что если бы была гомотопия то вот потеряешься соображением ну в общем это эмбриант сигма такой гомотопии но с другой стороны с другой стороны каждое это сцепление его связанное с зеркальным она конкордантна реально поэтому получается пословенная конкордантность так что есть пословенная конкордантность но нету пословенной гомотопии вот интересная довольно ситуация потому что если вы уберете слово пословенное то такое невозможно есть такая теорема конкордантное сангулярное сцепление гомотопия а вот с пословенностью нет ну вот такое забавное замечание вот но значит зачем нужны были все эти примеры ну вот я утверждаю что на самом деле вот используя большую рейт обмотки сангулярного сцепления ферна-роллсона можно пролить весь образ варианта сигма-большой и варианта сигма-марк вот ну а именно вот есть такая теорема кирка что образ образ фигма образ варианта кирка есть там одно некоторое отображение дельта но у нас есть два многочлена мы им составляем просто три целых числа а именно значение первого многочлена это равное длинец значение второго ну и сумма первых вторых производных обоих многочленов это равным единиц вот ну значит почему если у нас почему всякий многочлен всякий но импиант кирка любого сингулярного сцепления вот удовлетворяет этим условием что что вот дельта дельта этого многочлена равно нулю но если мы подставим вместо t единиц то здесь получится ноль поэтому вот эти вот значит подставления единиц цельного многочлена это ну просто соответствует тому что мы здесь минус единицы написали вот она тут училась вот а вот это вот третье значит слагаемое это значит нечто более интересное ну ладно видимо ну вот вот есть значит для для миганта кошелки аналогичное утверждение но здесь уже здесь уже появляются четыре слагаемых нужно поделиться за первую производную вторую производить но давайте я объясню немного поподробнее почему значит образ такой но тут есть два включения что образ лембранта кирка лежит в этом дедре 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 и что больше там ничего нет то что больше там ничего нет это просто вот ну то что мы значит ну хорошо давайте сначала то что то что образ сигма лежит дедре дедре вот это значит связано с обобщенным вариантом саполили значит у нас давайте лучше посмотрим на вот эту вот на струнный случай вот у нас есть гомотопия ну да значит гомотопия от реального сцепления к себе и вот мы берем смотрим на ее двойные точки и пишем вот такое выражение но еще вот у нас есть обобщенный негрянц от реального у замыкания и замыкание можно брать с нулевым коэффициентом зацепления с коэффициентом зацепления единиц вот вчера это обсуждали поэтому есть варианты бета и это вообще негрянц от замыкания твоспромного сцепления с коэффициентом зацепления и вот но хватает в принципе бета 0 и бета Известно, как инвариант Сателлилина подскакивает на каждой двойной точке. Вот у нас здесь петелька зацеплена с коэффициентом LZ, но после замыкания образуется еще вторая петелька. Если мы замыкаем с коэффициентом сцепления 0, ну вот стандартное замыкание из подкруток, то вторая петелька зацеплена с коэффициентом минус RZ, потому что магний коэффициент сцепления 0. Вот, а если мы делаем подкрутку, ну здесь вот вторая тоже замыкается, ну можно туда и замыкать, ну а подкрутку уже вот такая вот получается. Вот, а то тогда здесь 1 минус RZ, коэффициент сцепления второй петельки с второй компонентом, потому что суммарный коэффициент сцепления 1. Вот, ну и получается следующее, что если я напишу β от верхнего сцепления, ну а это 0 в принципе, β 0 от верхнего сцепления, β 0 от нижнего сцепления, оба они нули. Но с другой стороны их разность равна вот сумме таких подскоков. То есть 0 равно β 0 от верхнего h 0 минус β 0 от нижнего h 1. Может быть, лучше на ротусах h 1 плюс h 0. Вот, это равно сумму подскоков. А каждый подскок, это у нас εZ умножить на LZ умножить на минус LZ. Вот. Аналогично 0 давно, значит, такое же, ну тут β1 можно написать, и тут будет εZ на LZ на 1 минус LZ. Сумму по всем Z, то есть здесь сумму по всем Z. Так. Сумму по всем Z из обеих компонентов. Потому что инвариант сцепления ЛИВИНа, он подскакивает одинаково, на самом деле, сечественных и первых и вторых компонентов. Так что получается у нас вот такое равенство внезапно. Некоторое соотношение. Вот. Но можно это соотношение как-то перевести на язык этого Сигма плюс и Сигма минус, которые здесь написаны. Но если мы возьмем производную Сигму плюс по Т, да? Ну, это получится вот такая сумма. Здесь вылезут эти LZ. А дальше мы вместо Т подставим единицу. Можно сразу Сигма плюс и Сигма минус сложить. Д по ДТ. Сигма минус. Вот это значит, что мы уже будем по всем Z. по всем двойным точкам. Y, Z, L, Z. Ну, это у нас констант, да? Значит, вот так надо писать. Т степень LZ минус P. Теперь, если я применю это единица, Ну, получится вот ровно такая сумма по Z, Epsilon Z и LZ. Вот. Но здесь у нас такой суммы нет. У нас есть минус сумма квадратов. Ну, не важно, что минус. Но все равно. И вот такая. Ну, впрочем, если я их, если я из этой вычету эту, то эти-то сократятся и останутся только вот такие. А это и получится вот эта сумма. Значит, эта сумма на самом деле равна на 2. Ну, потому что это разность этих двух сумм. Вот. Но еще можно, чтобы учесть второе, ну, мы пока что учли один раз эти два соотношения, можно учесть еще один раз. Ну, вот скажем, второе можно просто учесть так, что мы возьмем вторую производную. Если мы возьмем вторую производную, ну, тут будет, значит, LZ осталось, потом еще LZ минус 1, и F степен LZ минус 2. Но если мы подставляем единицу, то это пропадает, и у нас просто вот произведение двух таких скобочек получается, значит, что вторая производная возникли два таких соотношения, и вот ровно поэтому вот мы доказали, что вот образ сигма большого лежит вегде дельта большого. Вот у нас такое вот отображение, значит, здесь вот сумма первых производных и сумма вторых производных. Вот мы доказали, что у тебя и другие номера будут. Ну, аналогичным образом для для варианта Кирка вот проверяется, что там нужно взять просто сумму первых и вторых производных, даже это написано. Но, значит, получается включение в одну сторону, значит, образ сигма лежит вегде дельта. Включение в обратную сторону это на самом деле картинки с предыдущего слайда. Просто, значит, все это ядро дельта, дельта маленького или дельта большого, можно породить вот теми многочленами, которые у нас получились вычислений вот здесь. Но это я не буду проверять, это некоторые возня с многочленами. Вот, это значит, не очень интересно. Ну, так что получаются возучшления образы Энгерат Кирк и образы Энгерат Кашотт. Ну, почему, значит, нужно такое внимание в этих вычислений? Дело в том, что мы показали Энгерат Кирк в прошлый раз который остался в прошлый раз. Я напомню Энгерат Кирк в прошлый раз осталась. Значит, она говорила следующее. Если у нас есть гомотопия зацепляющая гомотопия но вот не от тривиального струнного зацепления к себе а между какими-то двумя струнными зацеплениями то тогда эту гомотопию можно подправить так что у новой гомотопии вот этот вот оба инварианта сигма-плюса сигма-минус будут нулевы. Но можно эти сигма-плюса сигма-минус представлять не только для гомотопии от тривиального к себе но и безпроизвольных зацепляющих гомотопий. Вот. Но как же подправить да при условии значит можно подправить эту гомотопию так что сигма-плюс сигма-минус будут нулевыми при условии что у верхнего и у нижнего струнных зацеплений совпадают коэффициенты зацепления и варианты бета-0 и бета-1. Ну давайте я напишу вот так значит ремма если ль струнное зацепление такие что коэффициент зацепления ль штрих бета-0 и бета-1 и бета-1 и бета-1 и бета-1 но существует поскольку коэффициенты зацепления равны то между ними существует уж какая-то зацепляющая гомотопия вот это в принципе уже понятно но существует зацепляющая гомотопия не какая-то а такая аж аж сигма-плюс аж тем равно нулю и сигма-минус вот как-то следует из того что сейчас было сказано ну поскольку коэффициент зацепления равно нулю значит существует какая-то гомотопия но вот возьмем ее у нее вообще говоря сигма-плюс и сигма-минус не нулевые но они удовлетворяют вот этим двум свойствам потому что эти два свойства у нас получились из того что мы смотрели на бета-0 и бета-1 исключительно а здесь у нас тоже бета-0 и бета-1 совпадают мы смотрели на их разность их разность у нас нулевая вот поэтому значит какая бы у нас не получилась гомотопия обязательно ее сигма-плюс и сигма-минус удовлетворять этим соотношением вот силы вот этой ну а тогда мы можем взять гомотопию от нижнего сцепления к самому себе которая имеет такие же сигма-плюс и сигма-минус но это делается так что нужно на самом деле взять гомотопию с этим сцеплением ничего не делать а рисовать маленькое тривиальное струнное сцепление и вот взять гомотопию от этого тривиального струнного сцепления к себе вот с такими сигма-плюс и сигма-минус как нам хочется а можно это сделать потому что мы все такие гомотопии построили вот это одна вот комбинируя такие картинки для связанных с цеплением мы сможем мы можем реализовать любые сигма-плюс и сигма-минус удовлетворяющие вот эти условия вот поэтому мы значит вот сам гомотопию тривиального сцепления можем добиться точно таких же сигма-плюс и сигма-минус ну а теперь мы к нашей заданной гомотопии добавим вот эту такую ну то есть нужно конечно реализовывать не сигма-плюс а сигма-минус а минус сигма-плюс и минус сигма-минус тогда тогда то есть магна-гомотопии будет нулево вывес сигма-минус и это то, чем мы хотим ну вот значит это я вам доказал ну и тут значит вот эта лимма была нужна чтобы доказать ну не то, что здесь написано но нечто очень похожее теорема ну давайте я напомню сколько бы все были значит теорема Лимон Крисухана в том, что значит если значит струнное сцепление имеют одинаковые коэффициенты сцепления бета-0 и бета-1 если только если они соединяются последовательностью если если только если они соединяются в дельта-гомотопии вот а дельта-гомотопия ну дельта-гомотопия я потерял потому что да не стоит сейчас делать это значит последовательность движений так что в каждое движение в движение ходит только одна ниточка но движение как-то я долго рисовал в прошлый раз но вот эквивалентный вариант это C2 движение можно еще так это сказать и дать движение C2 движение они эквивалентны еще третьим движением которое заключается во взятии связанной с кольцами броня вот у нас было зацепление мы в нем нашли три ниточки и прицепили сюда кольцам броня вот 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 Но причем все эти три ниточки должны быть из одной компоненты. Вот такая, ну, можно считать, что это дельта движения, и, значит, последовательность дельта движения, это дельта движения, ну, одноокрашенные, в которых все три ниточки из одной компоненты. То это дельта гомоток. Вот, значит. Поправить, мне кажется, да, лучше, чтобы поиск брома были. Ну, вот верхнее колечко, оно за левым. Оно должно в один раз зацепиться. Верхнее, за левым. Мне кажется, все хорошо, нет? Не, наверное, да, хорошо. Вот, ну, хорошо, значит, да, да, ну и надо сказать, что Флэмминг и Супара доказывали эту теорему с помощью строя японской техники. Такого доказательства у них не было. Ну, точно так же, значит, Накониши и Айяма доказали аналогичную теорему для замкнутых сцеплений, что замкнутые двухкомпонентные сцепления, в точных дельта гомотокии, классифицируются в коэффициентные сцепления и вот этим самым антенантом с открытым. В общем, вот, значит, вот для, для, это для двухкомпонентных сцеплений все очень хорошо, для струнных и для замкнутых, для трехкомпонентных сцеплений, к сожалению, никакой такой теоремы до сих пор нет. Ну, вот, нечто, нечто в этом направлении можно доказать, и вот об этом я собираюсь еще разговаривать. Вот, ну, так что, теперь мы можем переходить к трехкомпонентным сцеплению и к трехкомпонентным сцеплению. Давайте. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 Ну вот. Значит у нас есть сколько-то. Скажем три. Вот они отображаются и тут все пресекаются как-то. вот есть двойная точка Z. у нее два фотообраза X и Y. Мы их соединяем дугой JZ. Включаем замкнутую петлю. И у нее теперь есть коэффициент сцепления с двумя другими сферами. 0 или 100 минус 1 в общем случае. Ну значит вот ее коэффициент с цеплением с I можно обозначать в L. Ну или жидко там называется. Или зарешить. Вот. Ну рассмотрим такое выражение. Сумма по всем двойным точкам нитри и компоненты. Знак этой двойной точки умножить на модуль произведения. Ну сначала точнее мы берем произведение. Т житое переменное. Т житое в степени LZ житое. Произведение во всем жизни равным I. Мы его читаем из этого произведения единицу. То есть получается такое мано. Ну вот в данном случае вот у нас двойная точка Z. Значит вот мы пишем T в степени D1 в степени LZ1 умножить на T3 в степени LZ3. Прочитаем 1. Дальше берем модуль. Так. Берем сумму Epsilon Z. И это по всем Z из двойных точек второй компоненты. F. Вот. Теперь поскольку у нас по-прежнему мы не знаем какая из этих точек XY первая какая вторая. Направление этой дуги может меняться. Значит. Но что в этом случае происходит. Вот. Вот если ориентация этой зеленой окружности меняется. Тогда ее коэффициенты зацепления с этими сферами все одновременно меняются на противоположные. Вот. И поэтому мы факторизуем. Значит вот у нас был поленом Лорана от M-1 переменной. Мы расхватываем кольцо таких многочленов как Амелеву группу. И реализуем ее по подгруппе. Соответствующей тому, что мы выравниваем любой маном такому же маному, в котором все степени изменены на противоположные. Ну вот. Вот. Ну вот. Можно написать. Ну просто. Вот если мы обе одновременно у них сменим знак. Ну мы должны профакторизовать. Такому делать нечего. Можно, конечно, еще дальше профакторизовать. Можно просто приравнять каждую переменную степень минус M в себе степень M. То есть просто посмотреть на многочленов она на обычном многочленов. Но это будет более слабо. А вот тут мы сохраняем больше информации. Чем если бы мы точно перешли к обычному многочлену. Ну вот получается инвариант Кирка Кашотки. Ну то есть, собственно, его Кашотки тоже определил. Ну для двух компонентов его определил Кирк. А вот там для трех и больше Кашотки. Но в совершенно других термах, на самом деле. Не так, а иначе. Вот. Ну вот, значит, теорема, которую я хотел бы обсудить, до некоторой степени утверждают, что этот инвариант Кирка Кашотки не инъективен при M больше двух. Вот когда у нас две компоненты, Шнайдер Монотайхиня доказали, что это вообще полный инвариант двух компонентных сингулярных прицеплений. А вот для трех компонентных я утверждаю, что он не полный. Вот такой результат. В самом конце мы до этого зайдем. Вот. Ну, теперь можно рассмотреть снова наше любимое пословиное дисковое сцепление. То есть самогомотопия от ревиального струнного сцепления. Вот. Ну и там, значит, все то же самое повторяется. Снова эта дуга, ее ориентация там корректно определена. Поэтому мы можем делать все то же самое и не факторизовать по этой подгруппе H. Но эти коэффициенты сцепления, они корректно определены. не надо эти знаки. Поэтому просто получается, ну, аналогичное отражение. Я так думаю, что модуль обозначает отображение пакторизации. Вот. А здесь мы не пишем на какого модуля и на какого-то подгруппе H. Ну, да, значит, вариант кошелки. В общем, кошелки сделаем сейчас. Вот. Ну, ладно. Значит, вот для... для срегулярного сцепления с тремя или большим числом компонент можно вообще несколько упростить ситуацию, что рассматриваю только в дуру срегулярного срегулярного сцепления. Вообще, во-первых, тут надо сказать, что это срегулярное сцепление образует группу. Вот. Если мы рассмотрим фиксированное число компонент, M компонент, M двухмерных сфер, четырехмерный сфер. Такие срегулярные сцепления образуют группу. Ну, как их складывать? Ну, нужно просто взять... Ну, и каждую компоненту соединить с трубочкой в соответствующие компоненты. Значит, трубочки... Ну, получится, значит, из двух сфер, одна сфера. Ну, конечно, значит, у нас здесь, ну, скажем, там, полу пространства, ну, или полусфера, здесь полусфера. И вот эти трубочки проходят через рекорд. Вот. В остальном, в общем-то, не очень важно, как они идут. Вот. Ну, и что такое? Ну, надо доказывать, что связанная сумма корректно определена. Это не очевидно. Вот. Ну, кроме того, значит, в группе должно быть обращение. Какое обратное сингулярное выяснение? Ну, обратное — это его отражение. То есть нужно сделать отражение в прообразе, в каждой сфере прообраза, ну, отразить эту сферу относительно экватора. И в той сфере четырехмерной, которая в образе. Это будет обратное. Но возникает вопрос, почему связанная сумма сингулярного сцепления с двоим зеркальным будет тривиальной. Это совсем не очевидно. Достаточно очевидно, что оно будет конкордантно тривиальной. Ну, вот конкордантно, в смысле, с двоими точками в теории сингулярного сцепления. Ну, а дальше вот надо поменять церемму о том, что конкордантность включает гомотор. Так что это не совсем очевидно. Но вот, тем не менее, есть эта структура группы. Вот. И эта группа, ну, можно ее как-то... Ну, вот там, к сожалению, написано 2 умножить на L. Как-то очень неудачно написано, не так уж написано. Ее можно разложить в другую сумму, более простую другую сингулярного сцепления. Другую – это те, которые, если одну компоненту выкинуть, то оставшиеся в трениальном смысле гомоторе, зацепляющие гомоторе. Ну, конечно, значит, если... Ну, и сумму по всем подмножествам этого множества, безумно или нет. Ну, что такое, если у нас это подмножество... Ну, конечно, там есть пустое подмножество, но оно вообще как-то неинтересно. Если одноэлементное подмножество, то тоже ничего нету, потому что мы его... Ну, значит, это можно сделать для всех этих... Вот для этой группы сингулярного сцепления и для... значения варианта кинка, кашо-раклабельного варианта. Для этих послойных дисков сингулярного сцепления и для значения варианта сигма большой. Все-все-все они разлагаются в соответствующую прямую сумму. И это вообще общий принцип. Когда там что-то куда-то проектируется, то все разлагается в прямую сумму. Ну, это немножко утрирует, но, в общем, есть такая, значит, пункт вопрос-эффекта, которая... Ну, в общем, есть такая общая теория, алгебраическая. Вот. Ну, дальше спрашивают, существует ли отобственного грунного сцепления. И ответ такой, что да, существует. Токкомпонентное, скажем, грунного сцепления и даже большего числа компонент существует. Вот это доказал этот самый Гуисон Ги. Вот. Но он это доказал весьма сложно. Но вот его статья называется «Эмбриант Кирка может иметь смешанный член». То есть вот здесь вот... Ну, мы так его определяем, но дальше у нас получается какой-то многочлен. Ну, от двух переменных в данном случае. Но вот многочлены от двух переменных, вообще говоря, ну, там могут быть мановы с одной переменной, там Т1, Т1 в квадрате и так далее, там минус третий. Со второй переменной Т2. А смешанных может не быть, вообще говоря. Ну, вот, если они есть, то более-менее очевидно, что это... Ну, тогда можно просто отнять, там, значит, трехкомпонентного сингулярного сцепления его... Но мы же можем рассмотреть отдельно его первую и вторую компоненту, а третью к ним присоединить как трегальную, отдельную. Вот получается новое сингулярное сцепление, в котором первые две компоненты точно такие же, как вот с исходным трехкомпонентом, а третий отдельно. Его можно... Ну, не его, а его отражение. Можно подцепить к исходному. И таким образом, как бы первые две компоненты, зацепление первых двух компонентов в некотором роде сокращается, а вот с третьей как-то не очень. Вот таким же образом мы можем вот это зацепление первых двух компонентов мы сократили, но также второе, третье и третье первое можем сократить. В общем, попарное мы можем убрать, и это будет соответствовать на уровне инварианта кашорки, потому что вот такие маномы от одной переменной, они уйдут вообще. И останется брумного сцепления, если у него вариант кирка все еще нетривиальный, то значит оно нетривиальное. Ну, не знаю, насколько я это убедительно объяснил, но, в общем, эта врумногость связана напрямую со смешанными членами, ну, то есть t1 в какой-то степени n, t2 в какой-то степени m, где n и m не равны нулю одновременно. Вот, значит, конструкция у этого ли была довольно сложная, он начинал сцепление мимо, заклеил к нему некие диски Уитми, башни в дисках Уитми, и потом, ну, это уже в четырехмерной сфере, и потом начинал их разводить. Дал там копию этих башен, начинал их друг от друга разводить. В общем, это такая конструкция довольно хитрая. Я вот сейчас покажу другую конструкцию, которая состоит вообще из одной картинки. Вот. Ну, из этой конструкции заодно получится вычисление образа этого адреса. для кошелки, для прав компонентного сцепления. Вот эта картинка. Значит, это снова, ну, это дисковое послойное сцепление, можно приклеить к нему шапочки и получить сферическое. Ну, имеется в виду именно это. Даже вот эта сферическое заклада, оно будет интригареннее. Это дунного сцепления. Ну, оно и так дунного, и шапочка не дунного. Вот. Ну, значит, мы начинаем с тридерального сцепления. Здесь какая-то гоматохия. Возвращаемся к новой стидерального сцепления. Ну, цепляющая гоматохия. Вот. Ну, можно это, значит, вот давайте начнем вот с этой картинки. Другими способами его включать к тридеральному сцеплению. Вот она, эта картинка. Это, на самом деле, циркодвижение, примененное вот таким вот тем ниточком. Горизонтальным. Синий, зеленый, красный. Вот это нет. Здесь еще другая конструкция циркодвижения. Потому что у нас циркодвижение. Но это не важно. Есть просто такое струнное сцепление. Вот мы его сейчас двумя способами развязываем. Первый способ. Мы с вами пересекаем синюю компоненту. В четырех точках. Получаем вот такую вот. Ну, а это развязываем. Вот эта синяя идет сюда. Дальше вот эта синяя идет сюда. Потом зеленая сюда и развязываемся. Получается тридеральный. Вот это первый способ его развязать. Теперь второй способ его развязать. Мы не будем сам пересекать синяя. Вместо этого потянем сюда вот зеленую. Вот это. Потянулось красное. И теперь мы потянем сюда. Теперь потянем сюда. Вот. Теперь мы в этом месте сам пересечем красное. Восемь раз. Но это имеет отношение к какой-то головоломке. Но, может быть, я про это готов сейчас подобно говорить. Вот. В общем, вот делаем такие восемь самых пересечений. И оно расцепляется. Но почему оно расцепляется? Потому что мы можем их назад затаскивать. Вот так же, как мы тащили его туда, мы можем точно так же в обратную сторону их вытащить. Получится такая же картинка, как была раньше. Только у нас уже отцепилось. Можно еще раз? Можно еще раз? Можно еще раз? Можно еще раз? Не, 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 не. Теперь мы тащим назад. Но вот эта красная уже отцепилась. И за счет этого теперь синяя мы можем отцепить. А потом вот эта синяя. И снова получается трениальное сцепление. Но вот все это целиком. Ну, я не знаю, насколько я скажу. Видно? Вот. Мы стартовали отсюда. Здесь мы синяя сам пересекали. Вот она, которая степилась. А здесь вот, ну, тащили и икрашили. Вот. Ну, можно посчитать вариант кошелки. Вот, значит, когда мы сам пересекали синюю, там четыре двойных точки образовались. Ну, тут, значит, не знаю, не уверен, что стоит сейчас углубляться в это вычисление. Вот есть, значит, вот эти L, коэффициенты зацепления. Ну, вот, скажем, вот эта точка Z00, вот у нее, значит, эта вот петелька очень проста. Она ни с чем вообще не зацеплена. Там все эти коэффициенты зацепления нулевые. Вот. Ну, вот у этой утверждается, что тоже нулевые. Какая у нее, какая у нее петелька. Ну, снова можно пойти вот сюда вот. Потом вот так вот. Но видно, что мы опять ничего не степили. Зеленые два раза с вами. Вот. Ну, а вот у этих уже не нулевые. Они с красным. Ну, давайте какую-нибудь одну посмотрим. Вот Z10. Зеленые два. Вот. Вот. Найдем так. Так, 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 так. Вот. И вот красный один раз зацепили. Ну, аналогичный знак один один. Та же и петелька. Один раз зацепит красный. Вот тут теперь написано. О, если. Ну, не знаю, в общем. Так должно быть. Ну, знаки там можно как-то. Считать. Ну, в общем, получается. Вот. По синей компоненте этот вариант сигма вот такой. Ну, значит, вот эти две точки. Z10 и Z11. Они дают вклад ОПЕ. Но этот вклад вращается. У этой коэффициентное зацепление один. У этой коэффициентное зацепление один, у этой тоже. Ну, потому что в ту же сторону, на самом деле, мы идем. И просто чуть разменяется между пудем. А знаки у них равны. Ну, вот потому что тут в ту сторону, а тут в эту сторону. Поэтому он сокращается. Иначе, может быть, какие-то тривиажные зацепление. Ну, давайте посмотрим на самокрещение красных компонентов. Ну, вот здесь очень двойных точек. Ох-ох-ох. Ну, вот. Сложно. Ну, вот есть вот эти петельки, которые один раз зацепляют. Ну, вот если возьмем какую-то двойную точку. Вот мы идем вот сюда вот. Сюда вот. Дальше начинаем вот здесь вот кружить. Вот. Мы можем просто вернуться сразу сюда же. Вот если это была, скажем, вот эта крайняя точка, да, то мы, собственно, сразу возвращаемся и один раз зацепили вот так еще. Вот. Ну, а можем еще, если другая точка, можем побольше покружить. Вот. Зацепить там зеленую. Ну, в общем, ладно. Сложно это вычисление. Ну, вот если его провести, получается вот нечто ненулевое. Ну, так что вот ненулевой этот ингредиант на кошелке. Ну, и, значит, здесь видно все степени положительные. Так что, ну, значит, у замкнутого сцепления тоже ненулевой. Вот. Вот. Но, значит, это был по второй компоненте, по красной компоненте он не нулевой. По третьей компоненте, по зеленой, он нулевой, потому что зеленые компоненты вообще не имеют двойных точек. Там и складывают нечего. Вот. Ну, и по первой компоненте, по сине, он оказался нулевой. То есть из трех этих ингредиентов два оказались нулевых, а один не нулевой. Ну, вот, значит, у замкнутого сцепления. Ну, вот, значит, у замкнутого сцепления. Вот. Ну, вот. Ну, вот, Шнайдер-Маратахина доказали такую теорему, что если есть двухкомпонентное снигулярное зацепление, у которого первая компонента выложена, например, то тогда зацепление отбегают. Они вот не доказали, что если вариант Кирка по первой компоненте снигулярного, то это не доказали. Но это, по-моему, у них гипотеза такая. Вот. В общем, для двухкомпонентных, видимо, не бывает такого, что один Кирка нулевой, а второй не нулевой. Для трех компонентных не бывает. Ну, хорошо. Значит, вот брунного сцепления. Вот мы его построим. Ну, почти, но отчасти пытались лучше. Можно, значит, его обобщить снова. Ну, обобщить. Вот заменить определенную компоненту на несколько. Ну, просто вот эта картинка. Здесь вот три таких похожих подмянута, но можно сделать внутри от бицепса. И вот два синяка ставить, а остальные зеленые. Вот. Но после этого, и то, теперь у нас вот таких зеленых штук несколько, и мы каждую из них можем намотать, можем сделать на нее обмотку какую-то, соответствующую любому целому штук. Для разных зеленых компонентов разную намотку. Вот так же, как раньше на этом сцеплении пенроли и пенроли делали обмотки, так же и здесь можно намотать просто. Можно на одну сторону, можно на другую крутить. Вот. Ну, потом, значит, на эти две синие тоже можно что-то намотать, какие-то обмотки, соответствующие целым числам. Ну, вот. И получается, значит, можно посчитать эти варианты кошелки, которые получаются вот в таких зацеплении, но получается в таких многочинках. Вот утверждается, что именно рождается весь образ варианта кошелки для трехкомпонентных случаев. Вот здесь они все оказались на красных компоненте. Вот вместе все эти многочлены появляются, а на остальных компонентах ходят прицепы, все эти тенденты нулевые, только один из них не нулевой. Ну, вот, значит, это теорема про образ. Значит, мы берем уже Бруннова. Вот все снегидарные сцепления у нас подложили в стулы Бруннова, но там как раньше было написано. Поэтому мы складываем только на Бруннова. И вот эти Бруннова раскладывают в стулы. Ну, если у нас трехкомпонентное зацепление, три монетных спира, то есть три диска. Значит, есть по первой, второй и по третьей компоненте, вот их три. Значит, и они в данном случае независимые. Вот в случае двух компонентного зацепления не было такого. Не было суммы по разному. По первой компоненте и по второй компоненте. А здесь есть такая сумма. Они независимые. Ну, и есть вот какое-то тут, ну, это вот очевидное соотношение из того, что мы группы вычитаем. Есть одно неочевидное соотношение. Вот. А скуде же оно берет, сейчас скажу. Значит, это была теорема про дисковое. Это теорема про замкнутые сферические. Вот. И в случае трех компонентов. Тут вычислено то, что у вас, и для дисковых, и для сферических. А для, когда больше трех компонентов, ну, вот я не знаю, на самом деле, какой образ, но в одну сторону включение доказано. Если взять такую же СД, в этом случае трех компонентов, то одно включение так получается. То включение, которое за счет примеров, вот. вот эти вот зеленые с обмотками, которые на предыдущем слайде были, вот они по рождам. Вот, собственно, что и говорится. А, значит, откуда же берется вот это вот соотношение, и почему? В том, что у нас в прошлый раз, когда была аналогичная теорема в двухкомпонентном случае, там была, ну, там, значит, эта теорема была вот в том, что есть, вообщем, например, Центр Левина, у которого есть подскок, который считает те же самые двойные точки. Вот, но здесь вместо него вот некий ингредиент и ЖК. Возникает, на самом деле, обобщенный ингредиент Центр Левина, бета, это μ1,1,2,2. Ну, то есть как? Это не обобщенный, это просто ингредиент Центр Левина. Значит, это не целое число. Если коэффициент зацепления нулевой, то это целое число. А так он определен как класс вычетов по модулю коэффициенту зацепления. Вот, ну, то есть этот обобщенный ингредиент Центр Левина, можно сказать, что это вот совочисленное поднятие. Вот, ну, а здесь вот берется чуть более сложный ингредиент. Мюх 1,1,3,4. Ой, извините, не надо. Мюх 1,1,2,3. Да, ну, что такое эти мингредиенты, я вот, кстати, сейчас покажу. Ну, может быть, даже на следующем. Ну, в общем, скоро. Вот. Ну, и, значит, вот предыдущая такая теорема, вычисление образа ингредиента Кирка для двух компонентов с гулятным зацеплением, она фактически вот могла доказать эту самую теорему Эминга и Сухара и, наконец, Айяма. Ну, а тут аналогичным образом включается некоторая теорема как двух компонентное сцепление. Но вот она более слабая. Вот я не могу расклассифицировать двух компонентное сцепление относительно дельта гомотопии, но могу относительно некоторой слабой дельта гомотопии. Оказывается, что эта слабая дельта гомотопия соответствует точность тому, что эти... Ну, да, тут вот некий специальный случай. Дрехкомпонентное сцепление не все, а только гомотопии. Вот. И вот эти трехкомпонентные сцепления пытаются склассифицировать с точностью до дельта гомотопии. Сейчас скажу, что это такое. И вот ответ такой, что они классифицируются теми нейро-вариантами более 4. Что такое теми нейро-варианты тоже сейчас скажу. Вот. А слабая дельта гомотопия, это значит следующее. Вот дельта гомотопия, вот эти вот движения, которые с кольцами направлены, они разрешаются. Но кроме них, еще разрешаются другие движения. Так. Ну вот, давайте я не начну. Так что... Так. 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 Вот такое вот движение. Мы расцепляем две такие штуки, но при этом, как тут написано, XXYZ, вот эти две ниточки одного цвета, а вот эти, неизвестно какого, могут быть других цветов. То есть это может быть первый цвет, это второй, это третий, а могут быть все три одинаковых, скажем. Ну или могут быть вот эти, вот это такого же, как это, а из другого. Вот такие вот движения. Топороче добавить к дельта движениям однокрашенные. И получается скорее классификация. Ну хорошо, вот теперь давайте обсудим он грянутыми. Но уже не так уж много осталось. Значит, рассмотрим вообще достаточно общую ситуацию. Какое-то сингулярное сцепление из дезюнктного объединения пространств в какое-то пространство. И рассмотрим, значит, фундаментальную группу дополнения к образу этого сингулярного сцепления. Ну, назовем ее P1ATF. Ну, фундаментальная группа дополнения к образу. Вот, но теперь мы можем из нашего сингулярного сцепления выкинуть и P1ATF компонент. Вот, ну, значит, если мы выкидываем P1ATF компонент, то дополнение увеличивается. Есть галматфизм из фундаментальной группы того, что было, и фундаментальную группу того, что стало увеличено. Ну, ну, значит, пусть АИТА это ядро вот этого галаморфита. Ну, вот можно определить группу Милнера этого сингулярного сцепления в совершенно общей ситуации. Да, потому что фактор группу. Вот этой фундаментальной группы P1ATF, то есть дополнение к образу. Фактор по коммутантам этих подгрупп АИТА. Ну, например, возьмем просто тривиальное сцепление в трехмерной сфере. Значит, P1 от него, это P1 от дополнения, это свободная группа образующих. Значит, что такое АИТА? Ну, вот мы рассматриваем галаморфизм из такой свободной группы, галаморфичную свободную группу, в которой одна из этих образующих пропущена, потому что действующая трудность пропущена. И это ИКСИТА, это для ее представляющихся нож. Вот. Ну, значит, ядро, оно, как раз, наоборот, рождено вот этой ИКСИТой. Точнее говоря, это нормальное замыкание ИКСИТА. Ну, это нормальная подгруппа, осверждающая вот эту образующую ИКСИТА. Вот. Ну, еще можно сказать, что эта АИТА проживала, на самом деле, просто всеми меридианами КИСИТА и компонентами. Сейчас вам помогает. Вот. И теперь мы, значит, берем как-то группу, свободная группа, КИСИТА, которая, вот, я один, я знаю, что-то делаем по коммутатору. Ну, значит, оказывается, ну, вот это совсем очевидно, но сложно доверить, что это то же самое, чтобы открывать свободную группу по всем вот таким вот, называются, право-назмированием коммутатором, левым, с повторами. То есть, когда, ну, тут вот написано образующая наша свободная группа, и повтор означает, что хотя бы, ну, две из этих образующих совпали. Ну, какая-то адреска, какой-то другой совпал. По всем таким коммутаторам с повторами, лево-нормированным коммутаторам с повторами, мы факторизуем по подгруппе, по подгруппе, которая им подчинена. Это называется приведенная свободная группа. Ну, некоторые говорят свободную группу левого, по-моему. В общем, есть такой алгебрический объект, разные люди его по-разному делают. Да, ну, вот тут надо заметить, что если этот коммутатор достаточно длинный, то в нем точно будет повтор, просто потому что образующих у нас довольно ммм. А если коммутатор длиннее, чем ммм, то повтор будет, как и в этих лет. Ну, поэтому все достаточно длинные коммутаторы мы убили. Все коммутаторы длины м плюс один и больше. Поэтому это фактор группы левого. Вот, значит, такая достаточно общая биологическая конструкция. Продолжение следует... Ну, может быть, стоит что-то повторить? Ну, можно просто сказать, что мы берем свободную группу и убиваем с ней все коммутаторы способности. После того, как убиваем, получается нелепатентный. То есть там все умирают? Все достаточно длинные коммутаторы умирают, потому что если он достаточно длинный, в нем обязательно будет повторить. Ну, значит, Милнер доказал такую лему. Для зацеплений м-окружностей трехмерных слиг, эта группа Милнера является вариантом зацепляющей гомотопы. То есть если два сцепления зацепляющих гомотопа, то их, можно сказать, даже гомотопы, то их, вот эти группы, ну, группы Милнера они еще называются, группы Милнера изоморфы. Ну, то есть идея здесь такая, что если вы берете само пересечение компонента, ну, можно посмотреть, как при этом меняется фундаментальная группа. Там некоторый коммутатор добавляется, некоторый коммутатор исчезает, и вот эти, вот оба они повторны. Поэтому если убить себя коммутатором повторно, то ничего не происходит. Но если очень грубо, то так. Вот, значит, следствие такое, что если у нас есть гинк зацепления, которое гомотоп по тривиальному, то тогда его группа Милнера это такая же, как у тривиального. Но у тривиального, как мы выясним, это будет проведенная свободная группа. Ну, более того, если у нас есть друмного зацепления, ну, значит, если у него выкнили компонент, то она станет гомотопным тривиальным. Надо будет стать гомотопическим друмного, да, четко. У меня есть гомотопический друмный. Вот. Ну, значит, у нас гомотопический друмный компонент встанет гомотопическое реальное или группа Милнера. Это вот стандартная, предъявленная свободная группа. Но тогда мы можем рассмотреть классные компоненты вот в этой самой группе Милнера, Я думаю, тут написана двойная скобочка, потому что мы, во-первых, берем, собственно, класс этой компоненты, но, во-вторых, класс сопряженности. У нас же нету никакой боесной точки, у нас просто замкнутое зацепление. Хвостик можно любым способом рисовать, это, соответственно, движение. Так что в этой группе у нас получается не элемент, ну, да, все-таки неправильно написано, получается не элемент, а класс сопряженности. Вот, ну, вот пример, значит, рассмотрим трехкомпонентный случай. Что такое предъявленная группа Милнера трехкомпонентного случая? Ну, это просто нужно тракторизовать по всем коммутаторам длины 3 и больше. Но у нас две буквы всего, а если у нас коммутатор длины 3, то обязательно какая-нибудь буква будет повторена. Ну, а если коммутатор длины 2, то там, собственно, только один коммутатор проживает, x, y. Ну, и вот есть нормальная форма для элементов этой переведенного в свободную группу. Любой элемент можно записать в таком виде, x с какой-то степени, на y какой-то степени, на коммутатор, но тут удобно написать x с какой-то степени. Это, там есть такая теория базисных коммутаторов. Это вот базисный коммутатор, а это и y. Вот. Но, в принципе, любой элемент единственным образом записывается в таком виде, то дальше возникает вопрос, как их перемножать. Вот если я один такой напишу и другой такой напишу, как их произведение записать в таком хроническом виде? Ну, ответ такой, что степени x суммируются, степени y суммируются, а степени коммутатора суммируются, и еще к ним добавляется вот такой добавок. Первая степени y и вторая степени x. Но это, на самом деле, то же самое, что бискретная группа Березенберга. То есть такие вот матрицы диагональные, в целом числа выше диагонали. Если такие матрицы умножать, то закон умножения точно такой же. Ну, поэтому, значит, есть такой измножить. Ну, это такая стандартная нерпотентная группа, самая простая, не Альберга нерпотентная группа. Ну, хорошо, рассмотрим теперь, значит, брумного зацепления трех компонентов. Вот. Ну, выкидываем третью компоненту и смотрим на группу Милмера для первых двух компонентов. Это приведенная свободная группа. Тернее, значит, класс третий компонент. Ну, вот, не так же написано, это не Милмерс, а класс Березенберга. Ну, в общем, как коротко написать класс Березенберга, не очень. Значит так, но если все-таки посмотреть какой-то его представитель, этот класс Березенберга, вот он имеет стандартную форму. Вот. Ну, здесь вот степень, степень образующих, x и y, это коэффициенты зацепления. Вот эти наши третьи компоненты, класс, которые не смотрят, с первой компонентой, со второй компонентой. Ну, потому что x, это образующая, которая обходит вокруг первой, а x вокруг второй. Вот. Мы предположили, что наше зацепление бронного, значит, любое рост компонентное зацепление, это реально, но и, значит, эти коэффициенты зацепления нулевые. Вот. Ну, из этого следует, вот это, ну, то есть, пока еле у нас не попадают, то они нулевые, остается c. Но отрождается, что c теперь еще корректно определено с точностью сопряжения. То есть, вот этот элемент, то он у нас был с точностью сопряжения, на что будет, если мы его начнем чем-то стригать, хвостик из него подвисовывать. Ну, вот можно посмотреть из этой формулы. Ну, вот здесь вот что-то прибавляется, но поскольку сопрягаем, оно прибавляется, потом отнимается. Это не страшно. А вот эта вот добавка, k'l. Но тут, видите, вот одна из этого элемента, а вторая из этого. Не k'l', а k'l'. Вот. Ну, а вот здесь у нас k'l нулевые, поэтому они, во-первых, этих добавках, они их убьют. И вот сопряжения будут добавки. И c, значит, вот, корректно определен. Ну, вот, мы доказали, что это прицепление негативиальное. И даже на гомотопе. Потому что вот у него определили гематриант, вот этот вот c, это гематриант гомотопии. ну, ну, да, мы его не вычислили. Ну, да, мы его не вычислили. если мы, ну, какую компоненту. вот, скажем, зеленого в дополнении красный и синий, наверное, более-менее видно, что это коммутатор. х, х и у. Вот, есть вот тут ридиану х, тут ридиану у. А зеленая получается х и у. х, наверное, первый – у. Вот, этот вариант называется 123 да но честно говоря остальные варианты 1 1 2 2 и 1 1 2 3 я тут недавно явно моих определения но идея но вообще можно так же но да значит с различными индексами а повтор индекса означает это вот те которые с повторяющими индексами тоже не гантры сцепляющие к моторке это другие варианты другой статью сначала у него были только с попарно различные индексы а потом повторяющие тоже оказалось что если взять зацепление и каждую компоненту заменить на несколько парельных копий и потом вот этого распоколение новое сцепление взять меня вариант получите изотопии и вот 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 они называются так вот тут повторяющийся индекс поторым соответствует предложению компания ну вот значит теперь вот я поделил не абелев вариант сцепление вас 4 и используя его докажу что ряд кошелки почему абелев но потому что он принимает значение в каком-то этом самом вот я пишу какую-то поленом просто маран там но можно считать что это групповое кольцо не абелевая группа а именно вот этой самой приведенной свободной группы ну вот значит есть вот такая лема что на самом деле вот эта группа нюнгра для любого струнного сцепления это вот эта самая стандартная приведенная свободная группа это для замкнутых зацепления а для двухмерная группа зацепления а для любых струнглергных зацепления в трехмерном шаре даже не обязательно для послойных каких угодно, это тоже приведенная свободная группа. Но из этого несложно вывести, то есть для замклопых регулярных сцеплений, для цирических регулярных сцеплений, для мерных всех четырех метров, это тоже просто приведенная свободная группа. Когда мы замыкаем струнное сцепление, то эта группа милмора портится, а когда мы замыкаем висковое, вот она не портится. Но более того, если рассмотреть гомотопию вот таких вот цирических регулярных сцеплений и взять к ней дополнение, то тоже его, значит, эта группа милмора, это такая же приведенная свободная группа. Причем, если мы рассмотрим включение из вот этого дополнения для нижнего сцепления, вот дополнение для гомотопии, то это будет изморфить двух таких приведенных свободных. Вот. Ну, значит, давайте рассмотрим множество классов сопряженности в этой самой приведенной свободной группе. Ну, понятно, что вот у нас, если мы компонент, то у нее поиски нет, вот классоверенности нам понадобится. Вот. Но теперь есть еще эволюция, которая соответствует обращению ориентации. Вот здесь вы помните, у нас вот эта вот дуга, неизвестно какую что-то направленную, и из-за этого вот есть такой автоматизм, который обращает ориентацию. Вот. Сначала мы реализуем по сопряжению, а потом по ориентации. Но, если делать обе эти реализации, то можно это просто записать так, что мы берем групповое кольцо вот этой приведенной свободной группы, и мы рассматриваем это групповое кольцо как группу, и перейдем по подрубке, рожденной неравниванием G и G минус 1 и неравниванием G к любому своему сопряжению. Ну, это проверяется. Ну, вот пример, если у нас есть групповое кольцо, приведенное в свободную группу на двух элементах, ну, можно в нем, ну, то есть вот то, что у нас было в предыдущем примере, вот, значит, X, Y и коммутатор, больше там ничего нет. Вот можно посмотреть в этой приведенной свободной группе подгруппу, рожденного коммутатора. Ну, то есть просто степень этого коммутатора – это Z. Ну, и вот, значит, есть вот эта Z от Z, которая лежит в групповом кольце, где перейдем на свободную группу. Ну, как она пересекает вот эту подгруппу T, которую мы только что футеризовали? Ну, вот ее сдается, что она ее пересекает вот такой подгруппу, рожденный просто отравниванием каждой степени коммутатора, к чему положено. Но, ну, да, ну, вот, значит, что будет, если мы это подгруппу H, Z от Z, мы пересекаем вот по этому включению Ft, ну, вот получится нечто не нулевое, получится кольцо поленомов, ну, если мы все-все степени коммутаторов призуем по приравнованию положительных и отрицательных, у нас как бы остается только положительное вот это поленом. вот. Ну, и можно вот сюда строектироваться из этого группового кольца появление свободной группы. Так что получается такой гламотфизм из вот этого объекта, который нас интересует, в кольцо кленом. но он учитывает, фактически, степень коммутатора, но при этом положительные и отрицательные степени учитываются одинаковые уморки. Ну, не такой уж простой этот комморфизм, но вот есть какой-то. Ну, хорошо. Рассмотрим теперь, значит, снова сингулярное сцепление примерных сверхчетырехметных общего положения. Пусть у него есть двойная точка, у нее есть знак. Рассмотрим снова дугу, соединяющую два образа этой точки. Образ этой дуги – это замкнутая петля. И теперь он представляет у нас некоторый элемент. Это замкнутая петля. Мы можем взять ее класс в фундаментальной группе для дополнения к образам других сфер. Но не просто образ, а группу мы можем взять, то есть профкатеризовать по коммутаторам с повторами. Ну, а после того, как мы профкатеризовали по коммутаторам с повторами, оказывается, что неважно, какие были эти другие сферы погруженные, все равно получится приведенная свободная группа. Так что вот эта петля у нас дает некоторый класс сопряженности. Уникально написанный элемент, а класс сопряженности. Приведенная свободная группа. Ну да, вот теперь написано на класс сопряженности. Значит, он англиантен при гоматофии этой петли по модулю концов. Ну ладно. Вот. Ну а орбита этого класса сопряженности при этой эволюции, которая уже заменяет на G-1, также будет вариант при перестановке X-1. Ну и вот мы берем, значит, вот эту орбиту LAMBZ. Теперь вот пишем вместо вот этого вот нашего произведения тоит их в степенях на G-1. Но здесь это фактически была некая трабелевая версия радио LAMBZ. Если мы у LAMBZ забудем все коммутаторы, то получится, в принципе, вот на этом. Ну а вот эта фактиковизация APT, она соответствует той фактиковизации, которая здесь была. Ну а теперь вот у нас уже появилась у LAMBZ некоторая неабельная информация. Вот, значит, получился новый такой вариант сигма, неабелев. Но есть LAMBZ, это и вариант гоматофии. Ну и вот, значит, наконец, трехкомпонентное сингулярное зацепление, у которого нулевой Абелев инвариант, а неабелев не нулевой. Но здесь уже у меня нету и будет, но есть только вот эта картинка. Вот давайте мы начнем отсюда и будем двигаться к тренальному сцеплению. Это вот делается двумя способами. Вот когда мы идем вниз, мы тянем синюю компоненту, а потом еще тянем зеленую. И вот эти две зеленые вот так немножко вытягиваются, и потом мы можем зеленую сам пересечь. После этого все испутывается, мы получаем двумя сцепление. А здесь мы тянем с другой стороны. Два синих этих фрагмента вот тянутся, и мы их можем потом пересечь. И снова все распутывались. Все восьмого опроса. Ну вот утверждается, что и здесь не Абелев не вариант нулевой, а Абелев не Абелев. Значит, по первой компоненте, по красной компоненте. У нас вообще все аналитики, потому что красный компонент не имеется. Вот, но, значит, вот считаем по синей компоненте, что дают эти двумя точки. Но я не буду считать, вот я скажу ответ, вот получается какой-то ответ. Вот тут вот коммутатор. Ну, если видите, раньше не было у нас коммутаторов. Вот эти Z и X, это, в общем, то же самое, что T1 и T2. Да, T1 и T3. А вот теперь еще тут коммутатор. Но, значит, если я это кобилионизирую, то утверждается, что все попадет. Так, ну вот. Вот, ну, если взять замыкание, это у нас будет. Ну, если он срунный, в принципе. Если его приклеить к тому шапочку, получится историческое. И у него, значит, нужно факторизовать. Вот еще по этой эволюции, соответствующей обращению и ориентации к людей. Вот. Ну, вот тогда тут можно это упростить. Вот как-то тоже весьма странно, на первый взгляд, образом. Но получится нечто ненулевое. Но это выглядит довольно загадочно. Ну, в принципе, можно это разбирать. Вот. Как устроено. Ну, как устроено эти вычисления. Но я не знаю, насколько сейчас уже на это есть силы. Вот. Ну, а так, значит, можно еще посчитать, что зеленый получается. Ну, и зеленый, ровно, то же самое получается. Он еще одного. Вот. Так что и по сине, и по зеленой вариант и нулевой. А не Абелев, а Абелев нулевой. Абелев нулевой по всем, а вот Абелев нулевой. Вот. Ну, вот там что-то не еще. Ну, вот там что-то не еще.